я готов поехали все встали все встали еще все ровно стояли давай ровно по красоте будет давай смотрите на последнем как какой урон а то я не вижу у меня зрение плохое все 20 лямов мои любимейшие 20 лямов боже стой 30 я думаю в моей жизни никогда не будет все давайте ох ёмы сколько там урона было то боже ты мой боже ты мой а этого нагибатора то я не забрал артемочку всех забрал кроме артем очки и все привет ребят с вами стар ванька и сегодня записываю новый ролик сегодня у нас будет немножечко такой разговорный видеоролик посвященный тому событию которое у нас произошло буквально пару-тройку дней назад я поднял 20 миллионов опыта для меня это реально очень большая цифра и получил я их тоже очень красиво кто ребят в начале данного видеоролика видел этот интересный момент и видел вообще возможно таки сколько урона у меня вылетело на последнем танке то обязательно спуститесь в комментарии напишите ту самую цифру которую увидели вы я видел там около там что-то двух может там миллионов да я особо конечно такой как вы знаете не максимально видимый и не максимально такой ну короче вы поняли на типа ну такой ну короче не максимально такой умный да там ну короче шарите да может там вы увидите лучше и напишите в комментариях сколько там урона вылетело но получилось очень круто получилось очень интересно получить это данное интересное нагибаторское звание сегодня я думаю что залетим в катку какую-то так чисто на фоне чтобы немножко покатать чуть поиграть тут викори кошетик интересно я одел заодно там потестируем посмотрим вооружение ну и поговорим по поводу вообще моей легенды поговорим о том насколько долго я к ней шел реально для меня это не такой уж простой путь был до этой легендочки до 10 3 легенда 20000 вернее 20 тысяч 20 миллионов опыта соответственно у нас получилось заработать это большой долгий труд который я думал что я не смогу даже набить настолько быстро как вы знаете был видеоролик где-то может быть месяц назад может даже больше на том где я рассказывал что скорее всего набивать легенды я буду очень и очень медленно там раз в месяц а два-три и то это там знаете как если повезет но сейчас я понимаю что все же легенды идут вверх появились у нас всякие интересные изоляции которые дают дополнительное количество опыта и соответственно у меня получается не так медленно получать новую легенду то есть как вы знаете в матчмейкинге до изоляции опыта шло очень мало да то есть этом проходил челленджа челлендж может получал там тысяч 50 до грубо говоря там ну может 70 до опыта если раньше например я мог за это же время там поднять и не знаю сколько грубо говоря там 10 дней проходил челлендж да то есть если я эти 10 дней бы играл бы в матчмейкинге то я мог бы там поднять например полторы легенды да а сейчас я вам там поднимал по 50 70 тысяч опыта и соответственно я понимал что легенда моя быстро не идет вверх и ничего в этом плане хорошо и быстро не двигается сейчас же когда появились эти интересные изоляции когда я и сам и вы видите то что получается зарабатывать много дополнительного опыта я понимаю что до сотой легенды не так уж и далеко осталось всего лишь 7 легенд это грубо говоря полтора миллиона опыта да то есть даже чуть больше я взял и соответственно через какое-то определенное количество времени да может там год может быть больше я добью эту сотую легенду также запишу интересный видос посвящу все это дело данным данному знаку но что касаемо большего до большего по званию большего по легенде я точно думать не могу да есть ребята которые гонятся за новыми званиями гонятся за новыми легендами и пытаются там на этом всем деле еще дополнительно фармить кристаллы потому что все же за каждую легенду вы получаете по 40 к и для тех ребят которые прокачивать свой гараж прокачивать свое вооружение эти 40 к это довольно таки неплохая цифра к если честно и за эти 40 косарей тоже потенциально можно потом что-то интересное себе приобретать да если вы поднимаете часто легенды если вы например играете в ввп шках и у вас там грубо говоря там за неделю поднимается по одной легенде то есть за месяц вы дополнительно уже плюс уйти как минимум где-то 120 тысяч кризисов плюс сколько вы там еще поднимаете если прокачиваете гараж это хороший такой дополнительный нормальный буст по кризисам я же в свою очередь играя в матчмейкинговых боях соответственно как бы не получаю такого должного большого количества у меня не так все быстро это поднимается но определенный данные циферки я безусловно рад это тяжелый и долгий путь и как бы вам ну знаете не хотелось бы сказать то что ай да для тебя-то это все легко ты же это ну ты же там задрот ты же быстро все это дело набиваешь но я вам скажу что за последнее время где-то за год может даже больше я в общем и целом поднял где-то около десяти легенд и если сравнить последний год полтора с тем что было у нас раньше и насколько раньше быстро я получал эти легенды насколько быстро у меня все это дело получалось делать я вам скажу что ситуация сейчас обстоит совсем совсем другим образом и для меня теперь каждая легенда является каким-то определенным знаком я даже свое определенное время думал о том что при получении каждой новой легенде я буду записывать отдельный видос и говорить вот я наконец-таки поднял насколько долго мне надалась где ее поднимал что у меня получилось сделать но потом как-то я понял что ну вам наверное тоже даже как-то не особо интересно слушать как я там поднял эту легенду где ее поднял как я ее поднял где опыт я больше фармил где меньше фармил я как-то всю эту тему оставил стороной да грубо говоря сейчас когда я поднял 20 лямов в такую цифру пропустить мимо и не сказать про нее ничего я посчитал неправильным определенно до 20 лямов плюс то как я ее полью получил я к этому шел очень долго и давно думал о том что хочу хотя бы одну легенду какую-то значимую интересную получить красиво вы знаете как я отношусь вообще к получением звонок и насколько много звонок я вообще получаю в простых матчмейкинговых боях да если вы следите если вы смотрите стримы если вы смотрите видеоролики на каком-то определенном количестве времени то вы понимаете как я к этому всему делу отношусь и то что для меня это вообще не какая-то там значимая вещь и я не любитель там знаете каждую звонку получить там закрыточки до чтоб она была там красивая вот такая вот вот так вот все должны выстроиться но когда что-то касается масштабного глобального дела как 20 лямов потому что я для себя отлично понимаю что 30 лямов скорее всего у меня никогда в жизни не будет потому что это нереальнейший большая большая цифра и с тем как сейчас поднимается мой опыт я отлично в голове понимаю что двадцатка по юбилею это предел все тридцатки никакой у меня бысть не может и конечно же для меня двадцатку хотелось взять очень красиво я надеюсь что вам даже самим понравилось как это все дело получилось если не ошибаюсь там 38 или 37 танков стояло на том самом жестком простреле когда я его давал и вы можете сами посмотреть то количество урона которую у меня получилось там нанести ну и безусловно отдельная благодарность всем тем ребятам которые пришли которые поучаствовали в этом деле без вас бы всех а это безусловно не получилось бы реализовать не получилось бы это сделать спасибо за вашу адекватность то что вы так быстро грубо говоря по времени там минут на 20 понадобилось на то чтобы все это дело собрать и сумели подставиться сделать красивую интересную звонку для меня это реально очень интересный и значимый момент катку я тут на заднем фоне конечно дубил как я не знаю кто друзья если вы следили за этой каткой внимательно и скажите мне в комментариях что я рак нулячий который как всегда заруинил катку то я с вами не соглашусь то что бой мы выиграли поэтому сильно на меня особо не горит что интересного я еще хотел добавить друзья так это то что опыт в нашей игре в последнее время стал не самым значимым наверное моментом и если раньше же ребята реально гнались за новыми легендами и старались за счет этого поднимать дополнительные кристаллы то сейчас с тем что в матчмейкинге да нельзя зарабатывать большое количество опыта многие ребята наоборот сконцентрированы на том чтобы получать как можно меньше легенд и как можно больше поднимать кристаллы то есть либо поднимать себе коэффициент как делают многие ребята да то есть борются за топовые места в рейтингах либо же просто сохраняют позиции на каком-то определенном звании при этом выкачивая гараж это безусловно крутая вещь но если сравнить что было раньше и что сейчас у нас в игре то я вам могу сказать со стопроцентной вероятностью то что раньше ребята старались поднимать как можно быстрее новые то есть звание ну когда вы играли уже там каких-то там ну понятное дело не на мальках да где-то мы были ребята которые на мальках хотели например зацепиться но раньше все-таки процент тех игроков которые росли был намного больше за счет того что вы играли в ббп боях вы играли каких-то там форматках интересных до которых вы могли реально жесткой и много фармить то если сейчас сравнить это все дело да то есть раньше это было актуально сейчас в в ббп как игроков по сути и нету и соответственно что я что любой другой игрок поднимает намного меньше звания намного меньше у него получается фармить и соответственно появляются какие-то новые идеи новые цели я с этим на каких-то мультах согласен то что там хорошо что идет мало опыта хорошо что не так жестко все это дело фармиться но если смотреть более глобально и смотреть на то что легенда моя вот например 93 имеется который сейчас чтобы подняться ей до соточки надо поиграть в том темпе которым я играл раньше там получал за это время 20-30 леген теперь мне за это время я смогу там поднять ну легендом 5 тире сей для меня это но становится как-то ну нелогичным да почему так мало и почему я на данный период времени не могу получать того большого и должного опыта зачем все это делалось изначально я ну не понимал никогда наверно а сейчас на мультах круто да окей но когда легенда получает так мало опыта в каждом бою как-то становится даже ну немножечко прискорбно то что даже есть те ребята которые стараются фармить как можно больше стараются бить больше 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 опыта но у них в этом плане грубо говоря так быстро никогда и ничего не получается вот такой вот видеоролик у нас сегодня друзья получился если он вам понравился если у вас есть своя какая-то точка зрения по поводу опыта по поводу новых званий легенд то напишите ее в комментариях обязательно если также смотрели видеоролик с самого начала слежки слышали о том что я сказал слышали видели сколько там урона было на последнем танке напишите пожалуйста в комментариях что мне реально самому интересно сколько там вылетела я ну такой более слеповатый были туповатый человечек поэтому я там точно не разберусь в этих интересных цифрах может быть из нас есть какой-то жесткий профессионал который мне скажет точную цифру которую я выдал на последнем танке не будет конечно же интересно все это дело увидеть почитать посмотреть поэтому пишите свои комментарии не забывайте подписываться не забывайте нажимать на колокольчик дабы ничего не пропускать ну а с вами был мистер ванька друзья всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока